Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Спасибо, Светлана Анатольевна. Это опухоль нейроэктодермального происхождения. Для нее характерна не только локализация в коже, но и редкие клинические формы, такие как увиальная меланома, меланомы слизистых оболочек, атролейкиндигенозная меланома или подноктевая меланома. Особенностью с точки зрения эпидемиологии является тот факт, что редкие формы отдельно, как правило, не выносятся в статистику глобальную, по крайней мере, на уровне мировых данных или на уровне статистических данных отдельных стран. Поэтому мы знаем, что эти опухоли редкие. Есть данные по отдельным работам ретроспективным, но точное распространение мы не можем сказать, но должны знать, что такие формы существуют. По мировым данным, последние данные, которые Мировой организацией здравоохранения нам даны, за 2020 год заболеваемостью меланомы кожи в мире было отмечено более 320 тысяч заболевших, и по летальным исходам более 57 тысяч. В Соединенных Штатах Америки, которая является лидером по заболеваемости данной патологии, за 12 месяцев последних на данный момент более 97 тысяч заболевших, около 8 тысяч летальных исходов. За последние 5 лет риск смерти составляет более 2,1 на 100 тысяч населения. В структуре заболеваемости около 5-6% по мужскому и женскому распространению среди всех заболеваний злокачественных в Соединенных Штатах Америки. Если мы говорим про эпидемиологические данные нашей страны, то распространение среди мужчин и женщин приблизительно одинаковое. Средний возраст заболевших составляет около 62 лет, и после 55 лет риск заболеть меланомой кожи увеличивается. В динамике показателей заболеваемости за последние 10 лет, вот как раз 10-летний средство мы имеем в настоящее время, отмечается прирост показателей заболеваемости, как стандартизированных, так и грубых, в стандартизированном показателе около 18% за последние 10 лет. С чем это связано? Ну, в совокупности и с лучшей выявляемостью, и с лучшей фиксацией в регистрационных системах. Кумулятивный риск заболеть также увеличивается в динамике. По числу заболевших в 2021 году в нашей стране более 11 тысяч заболевших и более 3 тысяч погибших от данной патологии. Показатели летальности по меланоме. Средний возраст погибших от данной закачественной патологии около 67 лет, и кумулятивный риск составляет 0,18%, но отмечается именно снижение ежегодного прироста смертности на данный момент, что, вероятно, связано с внедрением и использованием в реальной клинической практике инновационных и эффективных методов лечения. Что всегда интересует, патология характерна для взрослого возраста, но в статистике, особенно последние 5 лет, фигурирует и детская заболеваемость меланомой кожи. Конечно, это очень редкие клинические случаи, но, тем не менее, они уже стали фиксироваться в официальных источниках. Число случаев в 2021 году в детском возрасте до 14 лет 3 и до 17 в совокупности 9. Факторы риска заболевания меланомой кожи. Они известны за последние несколько лет, они дополняются только молекулярно-генетическими данными и выявлением новых мишеней. Однако пол, возраст более 50 лет, фенотипические предпосылки, такие как диспластический невысный синдром, а также фототип, особенно первый по Фицпатрику, со светлой кожей, голубыми и светлыми зелеными глазами. Это персональная медицинская история, это множественные солнечные ожоги, и далее я об этом скажу, тикощённый анамнез по семейному характеру, это предраковые кожные заболевания, в особенности актинический кератоз, это иммуносупрессивные состояния различного рода, такие как предшествующая трансплантация солидных органов или гемопоэтических клеток, это наличие вируса иммунодефицита человека, ксеродерма пигментная и различные генетические моменты. Ну а также постоянное ультрафиолетовое воздействие или проживание в зоне с наиболее активным ультрафиолетовым облучением. Если смотреть на мировые данные, то в 2012 году по результатам поиска на ресурсе Globacan мы видим, что ультрафиолетовое облучение всё-таки влияет на заболеваемость меланомой кожи, особенности интенсивные, при том и в обоих группах по половому признаку, и в возрастных группах. Было проведено достаточно крупное исследование до 2009 года, где среди популяций американских медсестёр, вот так они позаботились о своих медицинских работниках, было изучено воздействие ультрафиолетового облучения. По результатам данного исследования связи между кумулятивным общим потоком ультрафиолета во взрослом возрасте на заболеваемость не было отмечено, но именно количество солнечных ожогов в возрасте с 15 до 20 лет статистически значимо влияли на увеличение заболеваемости меланомой кожи. Также важным фактором является именно сочетание и семейного анамнеза, и также постоянной инсоляции ультрафиолетового. Диспластический невостный синдром. Частота выявления меланомы при данном патологии, можно так сказать, в анамнезе пациентов по данным исследования составляет от 30 до практически 60%. И совокупный риск развития меланомы составляет около 50%, где-то в возрасте от 10 до 50 лет. Если это более старший возраст, то совокупный риск развития меланомы возрастает уже более чем в 80%. Для диспластического невостного синдрома и в контексте возникновения меланомы кожи характерно, как правило, необычное возникновение, именно локализация меланомы, то есть часто это кожа головы, может возникнуть и на неизменной коже, это очень важно, а не только в диспластическом невосте. Высокая частота мутсаций в гене-бырав отмечена именно для таких клинических случаев. И, конечно, риск возникновения именно первично множественной меланомы характерен для данной группы наблюдаемых. Если же есть семейный анамнез, если у родственников в первой степени было отмечено заболевание меланомой кожи вне зависимости от стадии, то отмечается двукратное увеличение риска по сравнению с общей популяцией приблизительно до 3%. Если в семье был поставлен одному из членов семьи диагноз меланомы кожи в молодом возрасте до 30 лет, то считается, что еще более неблагоприятным фактором и средний риск развития меланомы составляет также 3%. При увеличении количества случаев анамнистических семейного заболевания и особенно в молодом возрасте риск может увеличиваться и до 14%. И также с увеличением возраста заболевших членов семьи также риск увеличивается. Отличительной особенностью является то, что даже у однополых близнецов, если у одного отмечено заболевание меланомой кожи, то риск крайне высокий, от 7 до 21%. Это должно, конечно, специалистов клинических наталкивать именно на онконастороженность у данной категории пациентов, а нам, конечно, нужно обязательно собирать в данном случае. И иммуносупрессивное состояние, влияет оно или нет. Также была проведена работа, где оценивался риск заболеваемости меланомой в те времена, когда еще антиретровирусная терапия не вошла в применение повсеместно. И тогда еще было оценено, что риск заболевания меланомой при вирусе иммунодефицита человека составляет приблизительно 1,24. Большое исследование, 21 работа научная была включена вплоть до 2013 года, если же это фаза вируса иммунодефицита человека запущенной стадии, то даже на фоне приема антиретровирусной терапии риск заболеть меланомой увеличен до 50%, чем в общей популяции. И вот натолкнуло меня на мысль, мы все еще остаемся в стадии латентной пандемии, которая, скорее всего, не закончится. Это у нас уже новый формат работы, жизни. И были работы, проведенные до этого и в Англии, где за период пандемии отмечено риск снижения выявляемости меланомы кожи. И, конечно, все пытались понять, с чем же это связано. То ли с недоступностью медицинской помощи, то ли действительно с снижением истинной заболеваемости. И вот в Швеции была проведена такая поисковая работа, включено 244 пациента, где посмотрели в регионе, где не были введены карантинные меры, то есть полностью была доступна медицинская помощь, снизилась или нет выявляемость меланомы кожи. Нет, не снизилась. На том же самом уровне. Что, в принципе, говорит, что само по себе, именно нагрузка инфекционная, иммунизация на фоне инфекции COVID-19, пока что данных, что это влияет на заболеваемость, у нас нет. И это очень важно, потому что мы знаем, что чем раньше мы выявляем меланому, тем, конечно, благоприятнее прогноз в отношении общей выживаемости в том числе. Поэтому сейчас, конечно, все меры должны быть направлены на выявляемость на ранней стадии данной патологии. Сейчас бы я хотела перейти уже к немеланомным опухолям кожи, к которым относятся базально-клеточный рак кожи и плоскоклеточный рак кожи. Большая часть, конечно, относится к базально-клеточному раку кожи, практически 75%, но в дальнейшем я покажу, что разница в показателях смертности, конечно, она сильно отличается для данных категорий. Рост заболеваемости отвечает приблизительно на 4-8% ежегодно, почти 80% случаев можно вылечить хирургически. Это важно, то есть это то заболевание, которое, во-первых, визуально доступно, мы можем его выявить, диагностировать и удалить на ранней стадии и обеспечить благоприятный прогноз пациенту. В 2020 году более 63 тысяч летальных случаев, тем не менее, от немеланомных опухолей кожи, зарегистрировано. Вот на карте мира представлено риск заболеть. Данные за 2020 год лидирующими странами являются странные континенты Северной Америки, часть Южной Америки, Австралия, конечно, и южная часть Африканского континента. Если отдельно смотреть именно на плоскоклеточный рак кожи, то в Соединенных Штатах Америки вот ведется статистическая обработка этих данных, и там также отмечено увеличение заболеваемостью. Приблизительно с 1976 года по 2010 год, только вдумайтесь, на 263% увеличилась заболеваемость. Конечно, это связано и с регистрацией, и с лучшей выявляемостью, то есть мы фиксируем эти данные, поэтому у нас такие цифры, но все равно впечатляет. Риски роста заболеваемости среди женщин до 40 лет отмечаются, то есть здесь преимущественно в женской популяции у нас превалируют заболеваемости. Если мы смотрим на показатели заболеваемости немеланомными опухолями кожи, в Российской Федерации, вот важным аспектом у нас в стране пока что такого большого регистра для немеланомных опухолей кожи не сформированы в том формате, который доступен. Поэтому вместе оценивается и базально-клеточный рак кожи, и плоскоклеточный. И по этим данным выявлено за 2021 год более 26 тысяч случаев. В заболеваемости в структуре это практически 12%, второе место в женской, и третье место в мужской структуре заболеваемости. Прирост в последние 10 лет, по российским данным, почти 5,5%. Возрастные группы, в каком же возрасте более часто болеют? Если это средний возраст от 30 до 60 лет, то третье место в структуре заболеваемости занимают опухоли кожи, кроме меланомы. И, конечно, значимо увеличивается риск заболеть в возрасте более 60 лет. Там уже практически 14%. И детская заболеваемость. Вот тоже казуистические вроде как случаи, потому что тоже связаны факторы риска. Далее я покажу и с негативными факторами внешними, которые поступают. Но, тем не менее, дети тоже болеют. До 14 лет в 2021 году в Российской Федерации официально зафиксировано 4 случая, и до 17-10 случаев с заболеванием опухолями кожи, не меланомными. Факторы риска. Развитие опухоли кожи, в особенности плоскоклеточного рака. Прежде всего, это тоже ультрафиолетовое облучение, ионизирующее воздействие. Вредные факторы химического характера, такие как мышьяк. Это актинический кератоз. Он во всех факторах риска, как правило, присутствует для заболеваний злокачественных кожи. Это генетический фактор. Я в дальнейшем остановлюсь на этом. Хроническое воспаление. Это вирус папилломы человека. Лекарственный агент. Например, доказано, что длительное воздействие неконтролируемого препарата вариконозол также связано с развитием плоскоклеточного рака. И, в принципе, мы знаем, что есть препараты, которые увеличивают риск. Например, таргетный препарат при меланоме кожи. Мы знаем, что риск заболевания плоскоклеточным раком кожи или другими опухолями кожи увеличивается. Хочу на генетических аспектах. В настоящее время существуют генодерматозы. Это редкие орфанные заболевания, но, тем не менее, которые ассоциированы с возникновением немеланомных опухолей кожи. Это тяжелая форма булезного эпидермолиза. Это пигментная ксиодермия. Это ихтиоз. Особенностью данных заболеваний является возникновение злокачественных на образовании кожи в молодом возрасте. И это значимо влияет с учетом сопутствующей патологии на продолжительность жизни. Булезный эпидермолиз – это группа генетически-клинически-гетерогенных заболеваний, которая проявляется возникновением на коже слизистых пузырей, эрозий в результате малейших травм. Четыре основные типа наследственного булезного эпидермолиза, среди которых наиболее агрессивный и тяжелый в плане клинической картины – это дистрофический булезный эпидермолиз, для которого характерна возможность возникновения распространенных форм плоскоклеточного рака кожи даже в раннем детском возрасте. Работа, которая демонстрирует, что даже в возрасте 6 лет возможно выявление плоскоклеточного рака кожи при данной патологии. И в разбросе до 20. По показателям заболеваемости и смертности для плоскоклеточного рака кожи именно в контексте сопутствующей патологии рецессивного дистрофического булезного эпидермолиза вот такие у нас молодые могут быть пациенты. Заболеваемость, начиная с 20 лет, на уровне уже 7,5% и ежегодно, да, или в течение десятилетий увеличивается. К 55 годам риск заболеть плоскоклеточным раком кожи составляет уже 90%. Практически все пациенты, дожившие до зрелого возраста, заболеют плоскоклеточным раком кожи. И, конечно, в контексте показателей смертности в возрасте 35 лет уже практически 40%. То есть это очень агрессивно текущее заболевание. И показатель смертности также увеличивается динамически. Поздняя диагностика. Вот что характерно для таких заболеваний. Хочу акцентировать внимание, что среднее время между появлением плоскоклеточного рака именно при булезном эпидермолизе и гистологическим подтверждением, вообще началом каких-то активных действий в среднем составляет практически 10 месяцев. Но это связано, конечно, с настороженностью специалистов, которые занимаются диагностическим процессом. Поэтому про это нужно говорить и информировать специалистов. Ифтиоз. Еще одно заболевание. Наследственное. Три основные формы. Не синдромальный врожденный ифтиоз. Синдромальный, приобретенный. Не буду останавливаться на именно клинических формах и синдромах. Они очень обширные и требуют отдельного вникания и изучения. Но наиболее тяжелый – это синдром плодерликина. Самая тяжелая форма, когда кожа напоминает как слой целлофана. Она может трескаться, образовать трещины и пластины при движениях даже пациента. При ифтиозе могут увеличиваться риск возникновения немеланомных опухолей кожи, таких редких, даже как локачественная трихолемальная опухоль, представленная на редких случаях на слайде. Меланома также может отмечаться при данном генном дерматозе. В основном, конечно, плоскоклеточный рак кожи, практически 85% случаев и 42% при Кит-синдроме. Такая особая форма геноводерматоза. Средний возраст заболевших 33 года. Однако молодые пациенты около 15 лет по возрастной классификации также отмечаются. Вот несколько случаев, что на фоне распространенного грибкового поражения кожи возникло заболевание, видимо, вовремя было не диагностировано. И вот такие запущенные формы мы можем наблюдать. То же самое, два года разница между фотографиями. Мы видим уже на верхнем фото начало процесса, когда мы можем уже точно заподозрить и диагностировать. И вот через два года так проявляет себя заболевание при ихтиозе. В чем разница протекания плоскоклеточного рака кожи у пациентов общей популяции и с ихтиозом? Средний возраст более молодой для пациентов с генными дерматозами. Это множественное распространение. Это трудности первичной диагностики однозначно. И отрицательные прогностические данные в отношении общей выживаемости. Базально-клеточный рак кожи также может отмечаться и при генных дерматозах. Не буду на нем подробно останавливаться. Это наиболее распространенное заболевание немеланомного порядка. И вот в заключении у меня буквально несколько слайдов показателя заболеваемости, смертности при различных вариантах злокачественных образований опухоли кожи. И мы видим, что несмотря на то, что меланома, вроде как 1% от всех злокачественных образований опухоли кожи, показатели смертности для нее значимо выше. Плоскоклеточный рак может сравняться по показателям смертности за счет большей распространенности именно в контексте заболеваемости. Что нас ждет? Зачем мы продолжаем изучать эпидемиологические данные? Зачем они нам нужны? На сегодняшний день появились прогностические модели на десятилетия вперед. И мы видим, что к 2040 году заболеваемость опухолями кожи будет только возрастать. Как в контексте злокачественной меланомы кожи, так и в контексте динамики заболеваемости опухолями кожи, за исключением меланомы. Например, практически на 60% к 2040 году нам прогнозируют увеличение заболеваемости плоскоклеточным раком кожи и базально-клеточным раком кожи. Поэтому, конечно, все данные, которые у нас сейчас есть, мы должны для себя принимать именно в контексте анализа и выявлять какие-то группы для более ранней диагностики в том числе. Я хочу поблагодарить коллег, с которыми мы продолжаем изучать и клинически работать в отношении злокачественных опухолей кожи при генных дерматозах. И еще раз хочу поблагодарить всех за внимание и, если мне позволят, ответить на вопросы. Спасибо. Продолжение следует...